Всем привет! Меня зовут Настя, а вы смотрите еженедельную рубрику «Арт-план на неделю» на канале Art Channel. На этой неделе в список мероприятий вошли выставка, посвященную столетию первого в мире государственного музея современного искусства, новые выставки в пространстве Куб, московская художественная ярмарка, лекция Михаила Каменского о провинансе, выставка Аристарха Лентулова в подземном музее Парка Зарядье, мастер-классы для детей в мультимедиа-арт-музее и лекция, посвященная известной компании Tiffany & Co. в музее Art Deco. Мы благодарим кафе Чайковский за предоставленное место для наших съемок. Первая выставка, о которой пойдет речь, посвящена столетию первого в мире государственного музея современного искусства. Он был основан почти сразу после Октябрьской революции, а точнее в 1919 году. Дело в том, что этот музей основали великие экспериментаторы и всем известные авангардисты, как Александр Роченко, Казимир Малевич, Василий Кандинский и другие представители авангарда. И что самое интересное, Альфред Бар основал музей современного искусства в Нью-Йорке только спустя 10 лет после нашего Московского музея. Этот музей был абсолютным новшеством в истории искусства, потому что ему полностью управляли художники. Отбирали работы на свой вкус, выставляли их, вели важные переговоры, вводили экскурсии. Нью-Йорке выступали в роли таких еще и секретарей, которые фиксировали тщательно, записывали работы. Вот, например, картина Машкова «Натурщица», обычно сделана холст масла, подпись на обороте должна быть справа Машкова, должен быть элементарный номер, указан ее размер, указано, по какому списку она куда отправляется, и указан элементарный номер. Такая истетка, которая присутствует практически на всех работах из музея живописной культуры. Кураторами Третьяковской галереи была проведена колоссальная работа, чтобы частично реконструировать экспозицию того музея. Музей живописной культуры хотели сначала назвать музей художественной культуры, потом хотели назвать музей пластической живописной культуры, но все-таки в итоге остановились на названии музея живописной культуры. Музей делился условно на две части. Первая часть, которая презентовала гостям объемную живопись, во второй части экспозиции была представлена плоскостная живопись. Они брали всех интересных на их взгляд авторов, то есть художников, которые реально экспериментировали с техникой, пересматривали привычные взгляды на живопись, искали новые формы. Произведение Малевича, может быть, менее известного периода, чем «Черный квадрат», когда-то период его кубизма. И вот как раз на этих работах хорошо говорится о том, как Малевич сам принимал кубизм. Для него это принцип постоянного контраста. Контраст кругляющихся форм, но струугольных, абстрактных элементах и узнаваемых. Ключок, по которому она запирается, а все остальное уже более-менее абстрактная форма. На этой экспозиции вы также увидите воссозданный аналитический кабинет. Творчеством, вот они все себя мыслили тоже такими художниками Ниссанса, которые могут все прекрасные формулы сами вывести. Он как художник выбирает это. Дальше он берет и накладывает вот такую модульную ситку на эту экспозицию, очень похоже на пиксели, на фотошоп. То есть все то же самое. И вот эта вот часть, значит, интересует опять же. А каждая из этих клеток, да, имела какой-то свой номер, очевидно, даже непорядковый. И дальше Никритин говорит, что нужно, что в каждой из частей вот этого лба есть определенное соотношение фиолетового, желтого, зеленого цвета. Нужно просто посчитать это соотношение, и вы получите формулу контраста. Он это считает. Действительно, видите, фиолетовый, зеленый, желтый. Выводит формулу, и на основании формула делает график. И как бы такая вот прекрасная формула у него, да, идеального контраста. И он хотел как бы на каждой международной культуры сделать такую прекрасную формула. Ну, вообще, такой вот антураж, видите, Леонарда Даминча, в общем, очень напоминает. Очень такой же наушный. Настоятельно рекомендую посетить эту выставку, потому что она номинирована на ежегодную премию The Art Newspaper Russia. И, скорее всего, именно эта выставка войдет в историю. Вчера, в воскресенье, состоялся Art Weekend. Это стандартное мероприятие в пространстве Cube. Если вы не были еще там, обязательно посетите. Это пространство находится в отеле Ritz-Carlton. Суть Cube заключается в том, что он объединяет несколько галерей. И как раз вот в воскресенье, на этом Art Weekend, состоялся вечер вернисажей. Посещение Cube совершенно бесплатно. И уникальность заключается в том, что вы можете посетить экспозиции разных галерей. В частности, в галерее Синтакса открылась выставка известного всем художника Кирилла Кто. Известного, известен. Если вы не знаете, кто такой Кирилл Кто, наверняка вы видели вырезанные на строительных лесах глаза. Так вот, знайте, это сделал он. Кирилл популярен своими живописными полотнами, с яркими, актуальными надписями на не менее ярких фонах. Эти работы вы как раз и сможете увидеть в пространстве Cube в галерее Синтакс. Наверняка вы помните очень большую ярмарку на ЦДХ. Вот эта ярмарка теперь проходит в гостином дворе, закончится она 16 февраля. Если вы являетесь поклонником этого проекта и ищите, может быть, произведение искусства в свой интерьер, обязательно посетите эту ярмарку. К тому же она проходит в самом центре Москвы. Там представлено 36 площадок и более тысячи произведений искусства. Помните, в одном из видео я рассказывала о проекте 3 в подземном музее, который находится и недавно открылся в парке Зарядье? Свою деятельность подземный музей начал с выставки Дубасарского и Виноградова. 5 февраля, в среду, открывается новая выставка. Организаторы подземного музея, а именно проекта 3, учли особенности восприятия мира современного человека, а именно клипового мышления. А раньше там был археологический музей вообще-то. Мне лично понравилось то, что музей спроектирован таким образом, что вы можете ознакомиться сначала с интерактивной частью, прочитать всю документацию, которая вам интересна, разузнать все о художнике. После чего перед вами предстает 3 картины экспонируемого художника. На этот раз подземный музей представит 3 полотна одного из родоначальников русского авангарда, Аристарха Лентулова. На выставке как раз представлены работы, написанные в период существования Бубнового лета. Помните, что это быстрые выставки и длятся они недолго. Эта выставка продлится до 16 февраля. А в четверг, 6 февраля, вы можете узнать немного больше о закулисье произведения искусства. Дело в том, что искусствовед Михаил Каменский прочитает лекцию в Третьяковской галерее о таком явлении в истории искусства, как провинанс. Провинанс — это неотъемлемая часть в экспертизе произведения искусства, путь жизни произведения искусства. То есть искусствоведы в данном контексте выступают в роли детективов. И получая произведения искусства, будь то это музей или галерея, именно провинанс играет ключевую роль в определении ценности произведения и подлинности. Особо это важно как для музеев, так и для аукционных домов или галерей. Обязательно приходите 6 февраля. Билет стоит всего, по-моему, 100 рублей. И все. All you need is art. Именно так называется ярмарка современного искусства, которая стартует 7 февраля и продлится всего неделю. То есть закончится 14 февраля. В центре современного искусства завода «Кристалл». Мультимедиа-арт-музей объявляет о дополнительном наборе на образовательный курс для детей, которые проходят по субботам 2 часа с 10 утра до 12, посвященные 30 шедеврам мирового искусства. По традиции я оставляю ссылку в описании. Переходите по ней и узнайте все подробности об этом курсе. Я не знаю, я не гарантирую. Это может быть неинтересно вообще. И завершающим мероприятием на этой неделе 9 февраля создается лекция, посвященная одной из известных ювелирных компаний Tiffany & Co. Культуролог и ведущий специалист научного отдела музея ар-деко Елена Рубан расскажет вам об особенностях формирования фирменного цвета Tiffany, о творческих и коммерческих проектах. Приходите, записывайтесь на эту лекцию. Ссылку оставлю также в описании. Все. Очень быстро. Обязательно оставьте комментарий, поставьте лайк этому видео и поделитесь с друзьями. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Увидимся в понедельник. Пока! Почему я должна выпрашивать лайки?